Я рад снова вас видеть. Сегодня мы продолжим наше учение о пророчествах. Библейские пророчества предвидят не только будущее, они помогают нам понять, кем мы являемся и где находимся в данный момент, с точки зрения Бога. Я считаю, что у Господа есть, что сказать нашей церкви. И Он скажет это не через меня, а через Своё Слово и Свой Дух. Если мы поймём Его точку зрения, то наша жизнь изменится к лучшему. Сегодня мы поговорим о Божьих обещаниях и увидим, что Он обещал сделать ради нас. Приятного вам просмотра. В третьей главе послания Галатам сказано, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Мы — последователи Христа, и обещания, данные Богом Аврааму в первых главах бытия, имеют прямое отношение к нам с вами. Точно так же, как Господь выполнял это обещание во времена Исаака и Иакова, Он будет выполнять его и сейчас. Наше отношение к Богу способно изменить многое. Господь всегда выполняет Свои обещания. Третья глава послания Галатам гласит, что Он искупил нас. Прочитав эти слова, многие христиане начинают бурно обсуждать искупительную силу Господа. Они говорят о том, что Иисус умер на кресте ради нас, и о том, что Он воскрес ради нашего оправдания. Однако в этом стихе говорится о другом. Тут сказано, что Он искупил нас, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, то есть на неевреев. Он сделал это, чтобы мы были благословлены. Искупительная цель Иисуса заключалась в распространении этого благословения на всех людей. Господь следит за выполнением Своих обещаний. В 3 главе 2-го послания Петра сказано, «Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вы знали, что в будущем появится новое небо и новая земля? Это одно из Божьих обещаний. Там будет царить праведность. Исайя писал это очень поэтично, говоря, «Волк будет жить вместе с ягненком, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и что люди перекуют мечи свои на оралы и не будут более учиться воевать». Звучит прекрасно. Это Божье обещание. Бог верен, и Он всегда будет выполнять Свои обещания. Однако вот в чем заключается главный вопрос. Знакомы ли вы с Его обещаниями? Тот, кто с ними не знаком, пропустит момент их исполнения, а это плохо. Теперь я хочу поговорить с вами об одном из наиболее важных библейских обещаний, имеющих отношение к нынешним событиям. Сейчас вы поймете, как Израиль, Ислам и Ближний Восток влияют на Божию точку зрения, и как все это связано с нами. Начнем с еврейского народа и с земли израильской. В 13 главе «Бытия», то есть в самом начале, говорится, «сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «вызведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и западу, ибо всю землю, которую ты видишь тебе, дам я и потомству твоему навеки». Обратите внимание на последнее слово этого отрывка. Господь сказал Аврааму, «Я дам тебе и твоему потомству этот конкретный участок земли, и он всегда будет ваш». Этот стих надо послать в ООН. В мире постоянно идут споры о том, имеют ли евреи право жить на этой небольшой территории у Средиземного моря. В самом начале Библии Бог сказал, что эта земля всегда будет принадлежать потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Его не интересует мнение ООН или США. Он дал это обещание, и он его выполнит. Однако вот что вы должны знать. Право евреев жить на земле обетованной — это наследие, данное им Господом, и оно не является безусловным. Это условное обещание. Земля принадлежит евреям, однако Бог говорит, что их право жить на ней зависит от их отношений с ним. Вот что вам необходимо понять. Большинство Божьих обещаний, данных нам, являются условными. Чтобы обещания сбывались, мы должны выполнять их условия. Сейчас я приведу вам пример. В послании к римлянам сказано, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Все спасутся? Нет, потому что это обещание является условным. Тут сказано, «Если устами твоими будешь исповедовать и сердцем твоим веровать». Спасение через смерть, погребение и воскресение Христа доступно всем, однако это не означает, что спасутся все. Это условное обещание. Еще один пример. В первом послании Иоанна сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог заботится о том, чтобы наши грехи и наша неправедность не смогли отделить нас от Его Царства. Но для этого мы должны выполнить определенные условия. Если мы не исповедуем свои грехи, не признаем свою нужду в Спасителе и не будем раскаиваться, то для нас это обещание не сбудется. Евреям была обещана земля, и Господь сказал, что если они будут чтить его, то они будут процветать на этой земле. Бог сделал для них очень многое. Он освободил их из египетского рабства и привел в пустыню, где Он обеспечивал их всем необходимым. Он указывал им правильный путь с помощью облачного и огненного столпа, давал им манну и высекал для них воду из скалы. Приведя их в землю обетованную, Бог сказал, «Я буду поддерживать вас здесь точно так же, как Я поддерживал вас в пустыне. У вас будет вода, и вы будете процветать и преуспевать». Иисус Навин ввел их в землю обетованную, и на протяжении нескольких столетий они жили там без центрального правительства. Их царем был Бог. Этот период назывался «Эпоха судей», и он описан в книге судей. Судьи назначались Господом. Эти люди совершали подвиги и обладали необычными дарами и способностями. Они были похожи на персонажей комиксов. Гидеон был судьей. Его отряд из 300 воинов сумел разгромить огромную вражескую армию. Самсон тоже был судьей. Он был очень сильным и безумным. Но я уверен, что он не был похож на игрока американского футбола. Его враги не понимали, почему он такой сильный. Если бы он был ростом 2 метра, весил 120 килограммов и имел огромные мышцы, то они бы знали, почему он такой сильный. Но я считаю, что он был похож на среднего американца такого примерно, как вы видите перед собой. В общем, на нас. Он выглядел совершенно обычный, и они не понимали, откуда берется его сила. В книге Судей есть определенный шаблон. Бог благословлял израилетян, они процветали и со временем отдалялись от Него. Они начинали вести себя, как другие народы, утрачивали Божие благословения, их враги побеждали их, и тогда они начинали обращаться к Богу за помощью. Господь давал им судью, например, Самсона, Гидуона, Девору. Они побеждали своих врагов, опять начинали процветать и опять отдалялись от Бога. Книга Судей охватывает 400-летний период, в рамках которого этот шаблон повторяется множество раз. Но Господь не выгонял их из этой земли. Он помогал им. Они его слушались, а затем опять начинали отдаляться от Него. Последним судьей был Самуил, деяния которого описаны в двух библейских книгах. Вы знаете его как пророка, однако он также был последним судьей. Однажды к Самуилу пришли предводители колен и сказали, «Мы не хотим, чтобы Бог был нашим царем». Самуил согласился поставить царя, и Господь назначил им его. Они отвергли Бога, но он, будучи милостью, вдал им царя. Бог выбрал Саула, и когда гордый Саул отвернулся от него, он выбрал другого царя, Давида. Этот выдающийся человек был величайшим царем Израиля. Давид доверял Господу всем своим сердцем, и однажды Господь сказал ему, «Твои потомки всегда будут править Израилем». Кстати, Мессия является потомком Давида. Бог выбрал им этого царя, но несмотря на это, на протяжении многих столетий израильтяне продолжали все дальше и дальше отдаляться от Бога. Они даже умудрились потерять книгу закона. Во время восстановления храма ее нашли в одной из его стен. Она была спрятана, и никто этого не заметил. В тот период на храмовой горе, где она была найдена, евреи поклонялись ханаанским божествам плодородия. Они совсем отдалились от Господа. На протяжении многих веков Бог прощал их, но однажды Он сказал им, «Вы больше не будете здесь жить, уходите». В 721 году до н.э. Ассирийские армии разрушили Северное Израильское царство, а спустя 150 лет в Иудейское царство вторглась Вавилонская армия во главе с Набухудоносором. Они разрушили и Иерусалим, и храм. Эти события описаны в книге Иеремии и в книге Иезекииля. Иеремия предупреждал евреев о том, что они будут вынуждены покинуть свою землю, а Иезекииль проповедовал им во время Вавилонского пленения. Они не жили на этой земле на протяжении 70 лет. Бог сказал им, «Это ваша земля, однако вы должны ее покинуть». Затем Бог вернул их обратно. Ниемия восстановил стены Иерусалима, а первосвященник Ездра возобновил богослужения в Иерусалимском храме. И евреи опять начали процветать. Некоторые люди считают, что в эпоху Нового Завета Господь стал более спокойным, однако это не так. Спускаясь по Масличной горе, Иисус посмотрел на Иерусалим и заплакал. В тот момент Он сказал, «За то, что ты не узнал времени посещения твоего, враги твои окружат тебя». В первом веке армии часто использовали тактику осады. Они окружали город, в результате чего в него невозможно было завести провизию. Также его невозможно было покинуть. Иисус сказал, «Враги окружат вас и убьют ваших детей. Вы больше не можете здесь оставаться. Вы слишком сильно отдалились от меня». Спустя примерно 30 лет после смерти Иисуса в 70-м году нашей эры римские регионы окружили Иерусалим и совершили то, о чем говорил Иисус. Они сожгли храм, разрушили город и убили многих его жителей. Спустя 60 лет римляне приняли закон, согласно которому евреям запрещалось жить в Иерусалиме. На протяжении 2-х тысяч лет евреи были рассеяны по всему миру. В них не было своей страны и отечества, и их ничего не связывало между собой, кроме их наследия. Но, несмотря на это, они выжили. В 1948 году все изменилось. После окончания Второй мировой войны, когда весь мир узнал об ужасах Холокоста, многие люди начали сочувствовать евреям. Их дома и имущества были конфискованы, а 6 миллионов из них были уничтожены в лагерях. Было принято решение о создании государства Израиль. Правительство США во главе с президентом Гарри Трумэном поддержало это решение. В день создания государства Израиль окружающие его арабские страны объявили ему войну. У них были армии, центральные правительства и экономические системы, в то время как у Израиля всего этого не было. Но, несмотря на это, каким-то сверхъестественным образом, чудом, Израиль выжил. Прошло 60 лет, и маленький Израиль продолжает процветать. Сегодня там живет около 6 миллионов евреев, которые собрались со всех стран мира. Примерно миллион граждан Израиля являются арабами. Эта страна процветает, несмотря на то, что в ней царит насилие. А теперь давайте посмотрим, что сказано в 27 главе Исаии. «В тот день воспойте о нем, возлюбленном винограднике, я, Господь, хранитель его». Тут речь идет об Израиле. «В каждое мгновение напаяю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Исаии используют здесь поэтический язык, однако тут дело не только в поэзии. На сегодняшний день Израиль поставляет наилучшие фрукты, овощи и травы европейским рынкам. Эти фрукты и овощи считаются очень полезными. В этом есть своя ирония. Потому что на протяжении многих столетий, когда евреи жили в Европе, им запрещалось иметь свою землю. У них не было своих полей и садов, и из-за этого они занимались торговлей. Антисемитизм зародился в античности. Это не новое явление. Итак, евреи лишились права жить на своей земле, и они решили игнорировать Божьи принципы. Америку не объединяет этническая принадлежность. Мы объединены принципом. Тут собрались люди со всего мира. Америка — это плавильный котел. Это страна мигрантов. И миграция всегда придавала нам силу. Тут дело ни в этнической принадлежности, ни в идеологии. Америка стала великой страной, так как она была основана на Божьих принципах. В основе нашего законодательства, нашей образовательной системы, наших культурных ценностей, лежит Библия, мы процветали больше, чем все остальные страны. Мы приехали сюда, потому что не смогли достигнуть своих целей в других местах. Мы приехали бедными. Но в наших сердцах была надежда, и Господь излил на нас свои благословения. Продолжим ли мы наслаждаться свободой, независимостью, изобилием и благословениями, если будем отворачиваться от Господа? Когда Бог говорил к народу Израиля через своих пророков, то это большей частью открывало им Божий взгляд на них самих. В серии из четырех дисков «Бог благослови Америку» пастор Аллен раскрывает то, что Бог говорит к нам сегодня. «Бог благослови Америку» — специальная серия из четырех дисков — это наша благодарность за ваши пожертвования, которые помогают нам продолжать трансляции «Интент». Заходите на наш сайт, чтобы запросить свой экземпляр. «Спасибо, что помогаете нам распространять благую весть». Теперь давайте поговорим о Ближнем Востоке. Американцы плохо разбираются в географии. Многие из нас знакомы только с географией нашего штата. Карта — это очень полезная вещь. Царь Давид правил Израилем за полторы тысячи лет до рождения Мухаммеда. Это правда, что в определенный период истории земля израильская принадлежала мусульманам. И когда ООН решила отдать эту землю, которая когда-то принадлежала мусульманам, мусульмане очень обиделись. Они до сих пор не могут с этим смириться. С момента создания Израиля нам говорили, что если евреи покинут эту землю, то на Ближнем Востоке воцарится мир, ибо ислам — это мирная религия. Я знаю, что на Земле есть страны, в которых ислам является мирной религией. Дело в том, что политика этих стран организована таким образом, что мир подавляет ислам. Однако в тех местах, где царит ислам, никакого мира нет. Египет на протяжении многих лет являлся одним из самых стабильных и густонаселенных государств Ближнего Востока. Нил всегда обеспечивал этот регион водой. Кстати, на Ближнем Востоке самый ценный ресурс — это вода, а не нефть. Также на протяжении многих лет Египет был приближен к Западу больше, чем другие ближневосточные страны. Бывший президент Египта Мубарак дружил с Западом. Он не был хорошим человеком, он угнетал свой народ и был жестоким диктатором. Однако он также превратил Египет в прозападное государство и заключил мир с Израилем. Арабская весна началась в конце 2010 года, а в 2011 она дошла до Египта. Мы все видели по телевизору демонстрации на площади Тахрир. Посты в социальных сетях гласили, что арабская весна — это новое начало, и что на Ближний Восток пришли мир, толерантность и взаимодействие. Мы отвернулись от Мубарака, и через две недели его свергли. Спустя полтора года Египтом начали править братья-мусульмане. Они систематически угнетали своих противников и христиан. Египетская армия, которая контролировала экономику страны, тогда и продолжает делать это и сейчас, удалось свергнуть братьев-мусульман и взять власть в свои руки. Однако ситуация в Египте стала более стабильной, однако действия египетской армии не поощрялись американским правительством. Египет граничит с Ливией, в которой находится город Бенгази. Вы наверняка слышали о нем. Там погибло несколько американцев. Раньше Ливии правил Каддафи. Он тоже был плохим человеком, он был жестоким диктатором и финансировал бандитов, действующих в Европе. В ответ на это президент Рейган послал в Ливию бомбардировщики, что сильно напугало Каддафи. После того, как Америка его свергла, Ливия осталась без центрального правительства и превратилась в бандитический инкубатор. Теперь давайте перейдем к Ираку. Мы послали туда наших лучших солдат и солдаток. В наши дни в Ираке действует ИГИЛ. И обстановка там неспокойная. Аль-Каида ушла оттуда, и ее заменил ИГИЛ, которого заменит кто-то другой. Я недавно узнал, что на территории Ирака находится 100 тысяч солдат. В этом месте царит очень нестабильная обстановка. Иран находится на территории древней Персии. Тут жила царица Есфирь. Ненависть между персами и евреями существовала еще в древности. Мировое сообщество единогласно решило, что Иран является главным в мире финансистом терроризма. Иран спонсирует и обеспечивает военными ресурсами Хизбалуб, которые действуют в этом регионе, а также в других местах. Америка относится к Ирану как к лучшему союзнику. Кроме того, что мы позволили ему разрабатывать ядерное оружие, мы также дали ему на эту разработку миллиарды долларов. Мы отвернулись от Израиля и от еврейского народа. На последних израильских выборах наше правительство старательно пыталось сместить его премьер-министра. Ирак граничит с Сирией, где идет гражданская война, которая уже унесла жизни сотням тысячам мирных жителей. Сирия граничит с Ливаном. Это небольшое красивое государство. Когда-то там жили арабы-христиане. Сейчас там нет центрального правительства. Им правит бандитская организация Хизбалла. Давайте посмотрим на территорию, на которой расположены Ирак, Сирия и Ливан. У этих стран есть границы, отделяющие их друг от друга. Однако в действительности эти страны больше не существуют. Карту еще не отредактировали, и сейчас идут споры о том, кому принадлежит эта территория. Эти границы были установлены после Первой мировой войны, но сейчас они перестали существовать. Этот регион постоянно обсуждают в новостях. Каждый день в Ираке, в Сирии и в других странах Ближнего Востока есть христианские общины. На территории Ирака находится Ниневийская равнина, где живут древнейшие в мире христианские общины. Их систематически преследуют и выгоняют оттуда. Вы видели в новостях, как сотни тысяч беженцев убежали в Европу, после чего были теракты. В Париже, затем в Великобритании, потом в Германии, а также в нашей стране. Мой экран завис, но ничего страшного. Итак, далее шел Бостон, за ним Флорида и Калифорния. Большинство этих беженцев являются молодыми мусульманами. В этом регионе были разрушены многие церкви. ИГИЛ уничтожает христианские исторические памятники и все, что имеет отношение к христианству. ООН не помогает христианским беженцам. Если их признают в качестве жертв геноцида как езидов, тогда возможно, они официально станут беженцами, однако они не получат статус беженцев только потому, что они христиане. Люди видят все это и перестают понимать, что происходит в мире. Давайте продолжим, и сейчас я покажу вам кое-что. В Израиле есть небольшая территория, которая называется Западный берег. Она получила это название, потому что находится на западном берегу реки Иордан. До Шестидневной войны, которая шла в 1967 году, Западный берег принадлежал Иордании, а после нее он стал принадлежать Израилю. Начиная с того момента, Западный берег стал болезненной темой. В Белом доме, в Осло и в других местах проводились саммиты, на которых пришли к выводу, что причиной беспорядков на Ближнем Востоке являются палестинские беженцы, и что если они будут жить в другом месте, то на Ближнем Востоке воцарится мир. Мусульманские страны были согласны с этим. За последние несколько лет сотни тысяч мусульманских беженцев убежали в Европу и в Соединенные Штаты. Несмотря на нефтяное богатство, на ресурсы, на общую идеологию и на общее мировоззрение, эти беженцы хотят жить в Европе и в Америке, и никто не желает решать палестинскую проблему, основную проблему Ближнего Востока. Это просто абсурд. Это нелогично. И этому можно дать объяснение только с духовной точки зрения. В Библии сказано, что мы должны молиться за мир в Иерусалиме. Жители этого города не являются идеальными и невинными, точно так же, как и церковь не является идеальной и невинной. Господь дал людям обещания, и Он намерен их выполнить. Нам с вами следует начать жить в соответствии с Божьими целями и Его обещаниями. Мы являемся последователями Христа. Тут дело не в церкви, которую мы посещаем по воскресеньям, не в правилах и не в моральных принципах. Все начинается с нашего выбора Иисуса в качестве нашего Господа. После этого мы должны позволить Божьим целям раскрыться через нас. Несмотря на то, что мы являемся последователями Христа, мы не можем сказать Богу, «Надели нас своей силой, чтобы мы могли достичь своих целей». Нам следует вести такой образ жизни, который позволит Божьей воле проявиться через нас. А теперь я хочу помолиться за вас. Отец, спасибо тебе за твое слово, за его правду и силу. Позволь нам услышать тебя, чтобы мы могли служить тебе с чувством свободы, радости и восторга. Я благодарю тебя во имя Иисуса. Аминь. Да благословит всех вас, Господь. Увидимся. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok